Музыка 23 июня 1941 года в Белозерск, где проходили практику студенты 5 курса, пришла телеграмма. Немедленно выезжайте, директор Озерецкий. Студентов, которые проходили практику в отдаленных городах, срочно вызвали в Ленинград. В связи с введением военного положения в институте отменили отпуска. Мобилизация на фронт персонала продолжилась на весь период войны, но самими массовыми они были в июне-августе 1941 года. Отчет о работе партбюро 1-го Ленинградского медицинского института за время 1941 года. Перестройка заключалась в реорганизации всей коечной системы по линии выделения оперативных коек наряду с сохранением коек для обслуживания гражданского населения. Партбюро института уделяет большое внимание работе оперативных коек, количество которых равняется очень крупному военному госпиталю. К 10 сентября форсированными темпами были закончены работы в новом акушерском корпусе и развернуты два новых хирургических отделения. Заведующая библиотекой Никифоровская записала в дневнике 23 июня 1941 года. Раньше обычного часа в этот день был созван ученый совет. Председательствовал исполняющий обязанности директора Озерецкий. Началось заседание с обсуждения ряда экстренных мер об эвакуации наиболее ценных приборов, оборудования института. Стояли и другие важные вопросы о досрочном выпуске врачей из числа студентов старших курсов. 5 января 1942 года. Холл в библиотеке. Кажется холоднее, чем на улице. Так говорят читатели. 12 января. На абонементе художественного отдела минус 4. Чернила замерзают. 17 января. В художественном отделе на абонементе невероятное количество читателей. 19 января. Читателей опять очень много, а библиотекарей мало. 20 января. В библиотеку приходили профессор Страшун и профессор Гефтер за литературой. В феврале 1942 года директор Страшун выступал на совещании директоров ленинградских медицинских вузов. Необходимо взять третий и четвертый курсы на котловое удовольствие. Студенты этих курсов – наш самый дорогой, самый ценный фонд. Ведь это 1300 человек-выпускников ленинградских медвузов, которые могли бы стать военными врачами. Ведь это – обслуживание 1300 батальонов, а в случае эпидемии – 1300 районов. Слушатели третьего курса могли бы при досрочном выпуске их работать в качестве либо военных фельдшеров, либо помощников санитарных врачей. Каждый день промедления, в смысле облегчения участи будущих врачебных кадров, смерти подобен. Воспоминания профессора Ставской 5-6 сотрудников кухни впряглись в сани и возили воду с большой невки в полутора километрах от института. Приходилось делать по 5-6 рейсов, чтобы обеспечить кухню водой по голодной норме. Каждое отделение самостоятельно заготавливает воду для своих нужд. Для бытовых нужд пользовались водой из карповки, которую фильтровали через 4 слоя марли. Нечистоты выносили ведрами. Воспоминания о студентке Сергеевой В январе 1942 года работали в минпункте Финляндского вокзала. Минпункт располагался в двух комнатах. В одной лежали больные, в другой – перевязочные. Тут уж мы не знали ни минуты покоя. Перевязки следовали за перевязками. Началась посадка в эшелон. Надо наблюдать за посадкой, помочь сесть слабо. Из дневника Гаршина. Апрель 1942 года. Студентов делалось все меньше. В аудитории, когда подходишь к ней, не слышно веселого гула молодых голосов. Гула, которому привык прислушиваться с радостным волнением. Сидят в пальто, в шапках, жмутся к печурке. Во время чтения лекции сами подкладывают дрова и задумчиво смотрят на огонь. Доходят ли до них мои слова? Часто нет физических сил дотянуть лекцию до конца. Кончаю иногда после грустной просьбы слушателей. Кончим сегодня. Вам трудно. Мы видим. Идут экзамены. Слушаю, отвечают недурно. Усвоили лекционный материал. Откуда же у них силы? У меня они иссякли к началу января. 27 ноября 1942 года. Из протокола номер 39 заседание Партбюро. Подано заявление в институт 461. Из них 41 взято обратно по причинам территориального характера. Зачислено более 317 человек. Сегодня поступило еще 14 заявлений. Окончившие школу в 1940-41 учебном году принимаются без экзаменов. До 1940 года учившиеся в других вузах принимаются без экзаменов. Тем, кто имеет образование в объеме девятилетки, придется сдать вступительные экзамены по политграмоте, химии, литературе. Из доклада профессора Шора по экзаменационной сессии 3 августа 1942 года. Мы приступили к экзаменам с большим опасением, как бы молодые врачи не дали плохих ответов ввиду тех условий, в которых мы и они жили в последний год. Но оказалось, что результаты были хорошие. Из доклада заведующей кафедрой урологии Лисовской 28 июня 1943 года. У нас было всего 4-5 лекций из положенных 12, и мне пришлось обратить серьезное внимание на травматологию и гонорею. В большинстве случаев знания студентам не приходилось давать на практических занятиях, на обходах или же путем демонстрации препаратов. Из воспоминаний студентки Найбич. 2 сентября 1943 года получил диплом об окончании 1-го Ленинградского медицинского института. Вручал профессор Страшун. Окончило нас, кажется, 130 человек. Оставили нас работать в Ленинграде. Но когда освободили Псков, Нарву, Новгород, нас, молодых врачей, направили в эти освобожденные районы. Я прибыла в Псков и увидела одни руины, трубы, уцелевшие от взорванных домов землянки. Много прибыло ленинградцев. Больницы там были разрушены. Вначале жили в конюшне, потом разминировали один из уцелевших домов, куда нас поместили. Печки не было. В Пскове было чистое небо, а земля заминирована. Молодых врачей, выпускников Первого Ленинградского медицинского института, наградили медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. 27 апреля 1944 года профессор Озерецкий, выступая на партийном собрании, подчеркнул, «Институту нанесены большие раны, и мы должны его восстановить полностью. Это нелегко. Мы сделаем это, если будем смотреть на институт как на родной дом». Из воспоминаний заведующего кафедрой физических методов лечения и спортивной медицины профессора Правосудова, командира взбода управления артиллерийской батареей, 22 апреля я был ранен и отправлен в госпиталь в Венгрию. Именно там, в ночь на 9 мая, мы проснулись и узнали, что закончилась война. Там мы встречали День Победы. Когда мы демобилизовались, возвращались домой в эшелонах и пересекали границу, все выскакивали из вагонов и целовали землю. Из воспоминаний заведующего кафедры оперативной хирургии и клинической анатомии профессора Большакова. В День Победы мы ходили по городу, смотрели, как люди танцуют на Дворцовой площади, сами танцевали. Правда, школы тогда были мужские, и нам танцевать было особенно не с кем. Потом еще в июле было ликование, когда шли наши войска, возвращающиеся с фронта по Московскому проспекту. Мы стояли у технологического института, смотрели, как шли эти солдаты. К ним подбегали девушки, вручали цветы, обнимали, целовали. Из воспоминаний выпускницы 1947 года Эстриной. Незбываемый День Победы, 9 мая. Незнакомые люди, где бы они ни находились, поздравляли друг друга, обнимались. Мы, студенты, собрались в институтской столовой, завели патефон, слушали песни военной поры и подпевали. Танцевали, обменивались адресами. Главный врач 31-й парклиники с 1979 по 2002 год полковник медицинской службы Барабаш вспоминал, вечером 8 мая я был на Эльбе на встрече с американцами. Это был восторг. Мы поняли, что остались живы. Хотя уже чувствовали, что победа близка. По большему счету, праздновать начали после взятия Берлина. Интересно было встретиться с американцами. Встреча прошла дружелюбно. Но интерес и внимание больше были друг к другу, а не в связи с самой войной. Медсестра клиники кожных болезней Кондратьева в этот день была в Кёнигсберге. Бои там страшные были. Раненых едва успевали принимать и отправлять. Машин не хватало. А после взятия Кёнигсберга армия уже очень быстро продвигалась вперед. Война для меня закончилась под танцингом. Однажды ночью смотрим, что такое. Стрельба поднялась. Ракеты то и дело сверкают. Господи, думаю, всю войну прошла. А никогда такого не бывало, чтобы всю ночь стреляли. Оказывается, победа. Но тут и слезы, и радость. Преподаватель кафедры военной и экстремальной медицины Лейкин. 10 мая 1945 года был в Берлине. Был в Рейхстаге. Не забыть охватившего меня тогда чувства радости и гордости. Мы победили. Мы здесь, в Берлине. Который долгие военные годы был логовом фашистского зверя. Как и другие, я сделал надпись на колонне Рейхстага. А когда мы спустились в бункер Гитлера, помню, подумал, все, конец этой самой кровопролитной войне. Заведующий кафедры гистологии профессор Катинас. Младший техник-лейтенант. Как я узнал о победе? Я же работал на узлах связи, и военные люди узнали быстро. Из центра по всем узлам было сообщено, что война закончилась. Особых изменений в распорядке службы не произошло. Оттуда-то я и стал бомбить начальство рапортами, что хочу на учебу. Наконец добился. Наверное, 7 или 8 рапортов написал. Только в октябре я смог оформить демобилизацию и начал учебу в первом медицинском. Наш курс оказался очень сильным, потому что шли учиться те, кто действительно хотел учиться. По-настоящему хотел. Первый вид послевоенный год. С нашего курса очень много тех, кто пошел в науку. И многого добился. Продолжение следует...